Разбираясь с проблемами теплоснабжения, попутно губернатор встретился с жителями Кохмы. Авария позади, власти и энергетики делают работу над ошибками. А вот жители до сих пор чувствуют на себе последствия ЧП. У нас холодно. У нас холодно в доме. Улица Октябрьская, дом 49. Запишись, пожалуйста. У нас холодно в доме. Тем более, я вам говорю, у нас как подсоединили к ТЭЦ. У нас раньше дом был очень теплый. Топились когда-то льнофабрики. Теперь подсоединили. Или к нам тепло не доходит. Ну, в общем, у нас дом стал холодный. Пожаловались губернатору и на то, что в довольно-таки большом городском округе нет круглосуточного стационара. Его закрыли в 2016 году в рамках оптимизации. Круглосуточного нет. А все равно населения-то, пенсионеров много. Да и не только пенсионеры. У нас и работающее население болеет. Скорую вызываешь? Приезжают. Увозят. В ту же самую седьмую больницу. Или в третью. Или в третью больницу. И понимаете как? Давление сбили. Или там сделали томограмму. И до свидания. Ночью вызывайте такси и уезжайте. То, что больным людям приходится по ночам добираться домой своим ходом, Станиславу Воскресенскому не понравилось. Обещал в ситуации разобраться. Также кахамчане пожаловались на плохие дороги и отписки, которые присылает администрация в ответ на жалобы населения. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.